МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вам хочу рассказать о корабле, который сам Петр I называл дедушкой русского флота. Среди моделей прославленных кораблей в Зале Славы российского флота Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге на самом почетном месте стоит скромный оригинал – бочек Святой Николай. Это один из самых ценных музейных экспонатов. На нем молодой царь Петр I получил первые уроки судовождения по Яузе и Поросяному пруду в Измайлоеве под Москвой. Основание и дальнейшее развитие русского флота связано с именем Петра I, прозванного за его заслуги перед Отечеством Великим. Особенно велика его роль в развитии судостроения и военного дела в России. В 1688 году под руководством бывшего голландского военного моряка Франца Тиммермана и русского мастера Карцева Петр I приступил к строительству кораблей – потешной флотилии. А поводом для создания флотилии – строительства судов – послужила находка, которая сыграла очень важную роль в дальнейшей судьбе России. Петра с детства тянуло к морю. Он с большим удовольствием изучал морское дело. Занимался арифметикой, астрономией, фортификацией, артиллерией. Первые уроки морского дела ему преподал Франц Тиммерман. Однажды, гуляя с Тиммерманом, Петр обнаружил в амбаре села Измайлова среди вещей своего двоюродного деда, боярина Никиты Ивановича Романова, небольшую ветхую шлюпку. От Тиммермана он узнал, что это судно-английский бот, способный ходить не только при попутном, но и при боковом, и даже в встречном ветре. Ремонт ботика был поручен голландцу Корстену Бранту. Он же стал первым настанником Петра в управлении ботиком. Очень скоро, под руководством Бранта, Петр в совершенстве овладел искусством управления ботиком, изучил его парусное вооружение. Корстен Брант поражался неутомимой энергией молодого царя, его необычайному интересу к морскому делу. Прошло совсем немного времени, с тех пор, как он преподал молодому Петру первые уроки управления ботиком, а теперь уже и сам внимательно прислушивается к его советам и предложениям. И уже в 1688 году 16-летний Петр всецело отдался созданию Переславской потешной флотилии. Ботик же по царскому указу надлежало хранить для потомков, как реликвию флота российского. Подлинный ботик, дедушка русского флота, находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. А его копия, которая была создана к 300-летию российского флота, хранится в ботном доме в Петропавловской крепости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова